Саакашвили, конечно, это очень противоречивая фигура. Он сделал очень много для страны, поставил ее практически на западные рельсы, привлек инвестиции, кардинально перестроил государственный аппарат. И нету, наверное, ни одной страны на постсоветском пространстве, где смогли провести такие масштабные реформы в деле борьбы с коррупцией, в работе полиции, госавтоинспекции и так далее, и так далее, всех органов. Одно то, что он, понимая, что реформировать госпоженодзор и санэпидстанцию невозможно, взял их просто ликвидировал. И число пожаров не выросло, и число отравившихся тоже не выросло. Пора бы и нам уже давно это сделать. Так вот, конечно, он сделал колоссальные ошибки. Это война, безусловно. Это очевидно и то, что не выросло сильно благосостояние бедных людей. Они как были бедными, так и остались. Пытки? Ну, сложный тут вопрос, потому что сорганизованную преступность он победил. Воров в законе на территории Грузии нету. Они есть у нас, а в Грузии их нету. А какими метами он при этом пользовался? Ну, может быть, для меня лично это не так важно. Главное, чтобы граждане жили спокойно. И вот это резкое изменение от всенародной любви к всенародной невновисти, конечно, надо всем правителям учитывать. Я думаю, что тренд, конечно, улучшится. То есть грузинские вины мы будем пить, в Боржомии у нас появятся. Какое-то движение начнется. Но я бы не стал сделать там какую-то ставку, то, что пришли прямо пророссийские силы. Не думаю, тренд движения в сторону НАТО, в сторону Евросоюза, он останется у Грузии. Какие-то, конечно, благоприятные шаги появятся. Но пока стоит вопрос Абхазии, Осетии, я думаю, что кардинальных изменений не произойдет.